Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Это Максим Квитковский, находящийся сейчас в Испании, все еще после победы Реала, после победы над Реалом, конечно же, после великой победы ЦСКА над Реалом. Я абсолютно согласен здесь с официальным сайтом ПФК ЦСКА, который именно так ее характеризовал. Да ее, в общем-то, все адекватные люди характеризовали именно так. И очень рад вас всех слышать. Первая часть сезона завершена. Завершена она даже не на высокой ноте, даже не на мажорной, я даже не знаю, как сказать. Завершена где-то высоко-высоко. То есть такую высокую ноту взяли армейцы в завершении, что, конечно, да, так получилось уйти на перерыв красиво, но настолько, вы знаете, прошло-то всего 4 дня, но команды прямо вот очень не хватает, и хочется ее побыстрее увидеть. Но увидеть ее получится теперь только в Компоморе. Ну, это мне, да, 10 января. А вы, дорогие друзья, я уж постараюсь сделать так, чтобы вы ее с 10 января, можно сказать, и видели, и слышали у нас на портале. Контрольный матч первый, когда будет, по-моему, 21-го. Я еще точно не знаю даты первого контрольного матча, 21 января, пока планируется. И так что вы ее увидите. Обязательно будет трансляция на ЦСКА-ТВ контрольных матчах. Но обо всем мы поговорим. Обо всем поговорим. Итак, ну, наверное, сначала несколько слов о том, какой получилась первая часть сезона. В принципе, писал об этом, говорил. Да, ну, как вы считаете, если бы кто-то, вот как раз 4 месяца назад бы сказал, что армейцы уйдут на перерыв на третьем месте в чемпионате, отставая всего на 4 очка от лидера. И в Лиге чемпионов два раза обыграют Реал. Да, наверное, мало бы кто поверил. Да, у Реска бы покрутили. Енисей, да, говорит, сначала обыграйте там Крылья Совета в Ростов, а потом уже говорите об этом. Команда новая. Видите, получилось, как получилось. И я не хочу напоминать, да, тем, кто не верил в команду. Я не стану этого делать. Что было, то было. Наверное, повод был для того, чтобы волноваться. И не один, и команда только создавалась. И я вам могу сказать, что настроение было и внутри команды тоже. Ну, не такое, конечно, все пропало, как у некоторых читателей, а достаточно настороженно. И я помню эти настроения, вот как раз перед матчем с Арсеналом, с Тульским, перед первой победой, красивой, крупной, яркой очень. Я помню эти настроения. Было непросто. Так настороженно все было. А что будет дальше? Но все сложилось хорошо. Почему? Потому что в клубе работают, в команде работают. И вот мне очень нравится это качество, которое не ушло с уходом из команды наших ветеранов, прославленных, и братьев, и Игнашевича, и Вернблума. Команда не потеряла вот этого стержня. Остался Игорь Кенфеев, остался и Майя, и тренеры, которые в последние годы тоже работали на месте. И самое главное, конечно, руководство клуба. Все на месте, и вот поэтому не потеряли мы, я не знаю, вот этой химии, химии, да, такой победной. А все равно лучше на победах воспитываться, и очень хорошо, что новая команда так и делает. Я думаю, что вторая часть сезона должна получиться удачной. Я буду очень рад, если команда завоюет по итогам сезона место в Лиге Чемпионов. Я думаю, что все шансы, все возможности для этого есть. И будем надеяться, что команда это сделает. Но для этого нужно действительно много работы. Главное, в эйфорию не впадать, потому что чего, наверное, не хватает, это вот умение доводить до конца начатое, потому что вот и матч с Краснодара, матч с Викторией, наверное, два самых ярких примера того, что команда, ведя в счете, еще не готова вот этой удавкой, да, так на шее соперника расположиться и додавить его. Вот этого нет. То, что умели как раз наши прославленные ветераны. Вот, наверное, все, что я скажу. Если еще есть хорошего, то, конечно, то, что, знаете, коллектив новый очень нравится, очень радует, и ребята действительно общаются с удовольствием друг с другом и подружились. Ну, там будут, по-моему, вопросы, да, насколько я понимаю, внутри. Сейчас я буду смотреть вопросы и постараюсь на них ответить, что смогу, конечно, что знаю, что смогу. И расскажу, кто с кем чего, да. Я имею в виду, общается, конечно. То, что я успел увидеть. Я еще хочу сказать, что, конечно, очень рад. Вы знаете, вот эта вот возможность окунуться внутри команды, побыть, она, по сути, выпадает только на сборах. Но вот очень хороший сейчас был выезд в Мадрид. Три дня постоянно с командой. И, то есть, вот с утра до вечера, да, вместе. Это помогает проникнуться, прочувствовать ее. Все-таки в сезоне это не получается. Ну что ж, теперь давайте по вашим вопросам. Первый вопрос. Первый вопрос. Про нашего нового нападающего. Как он там на тренировках? Вы знаете, такой парень, даже за эти полгода, что даже сколько он провел-то в команде, даже чуть меньше, так возмужал. И такой голос у него действительно кто-то очень правильно подметил. Вот с ним общаешься. Он говорит по-французски, но по-испански он немножко понимает. Поэтому я с ним пару раз вот в гостинице в лифте пересекся. И мы вниз спускались. Потом один раз там на входе, да, вот стояли, разговорились с ним чуть-чуть. Конечно, мы так с трудом друг друга понимаем пока. Ну, там, я думаю, Гивонт переведет переводчик, когда буду брать у него интервью. Я обязательно, думаю, сделаю с ним интервью на сборах. Я имею в виду, конечно, Лассану. Ндиае. Хотя вот говорят, что правильно его Ндиае называть. Я обязательно его спрошу, как правильно. И мы с вами в этом тоже разберемся. Вот. У него такой голос достаточно, действительно, такой грубоватый стал. И, ну, самое главное, конечно, не голос, на каких языках он разговаривает, а его футбольные умения. А футбольные умения у него действительно очень приличные. Значит, опережая, следующий вопрос. И о том, когда его заявят. Заявят его, вот, как только отроится заявочный период, его заявят. Сейчас он будет тренироваться зимой в Кампоаморе с командой вместе. И мы... Ну, то есть, в принципе, с первого же матча, с первого же... С первого же матча, то есть, это будет матч в Туле, в первых числах марта. То есть, с первого же матча он сможет помочь армейцам во второй части чемпионата. Следующий вопрос. Будут ли трансферы? Ну, вернее, их надобно сейчас. Но давайте вместе рассуждать. Я считаю так. Смотрите. Нам нужно понять, что с Абелем. И нам нужно понять, как дела у Алан от Загоева. Потому что Алан Загоев, как и Абель Эрнандес... Ну, Абель-то понятно. Про Абеля там тоже вопросы. Будут ли подписывать, не будут. Я знаю, что вопрос открыт. И знаю, что вероятность немаленькая. Того, что он останется еще на полгода, как минимум. А там уже дальше будут смотреть. Может быть, вот этот вот, так называемый, период знакомства продлят. То есть, он по уровню своему, безусловно, устраивает. Но вот эта травматичность... Давайте так, по-честному. Ну, он очень мало помог команде. Очень мало. Это, конечно, не серьезная помощь. Это, ну, совсем ничто. Так будем говорить. Рассчитывали совсем на другое. Забил гол с пенальти он Енисею. И забил один гол, как раз вот, если я не ошибаюсь, Арсеналу до Тула. Это все. Но этого очень и очень мало. Конечно же, хочется большего. В Лиге чемпионов он, по сути, не сыграл этот выход. Как говорят в таких случаях, под премиальное в Мадриде на Бернабео. Ну, может быть, такой аванс. Посмотрим. Думаю, что решится этот вопрос, наверное, до конца календарного года. Максимум в первых числах января, то есть до сборов. Но сборы достаточно жесткие, достаточно серьезные. Там будет очень много беговой работы на первом сборе, как обычно. И как выдержит это все Абель, не знаю. В общем, если Абель не будет, если его, то нужен еще нападающий, несмотря на то, что есть Лассана. Это, на мой взгляд. И если Дзагоев тоже не готов будет, хотя я думаю, что там по всем параметрам он должен уже в общей группе начинать, будем надеяться, первые сборы. Но если там тоже есть проблемы, то, наверное, и в эту позицию еще нужен игрок. Но не забываем, что только чемпионат, 13 матчей. Что касается Алана, я все-таки надеюсь, что он очень поможет в весенней части чемпионата. Все-таки весной обычно он много играет, насколько я помню. Осенью последние годы у него были проблемы. Дальше смотрим. Ну, это все, что хотел сказать по травмированным. Наверное, вот сейчас пытаюсь еще понять, кто травмирован. Да, что касается Васина. Еще раз скажу, на Алана очень рассчитываю, и мы все очень рассчитываем во второй части сезона. Что касается Васина, мы с ним вот вместе как раз в Мадриде выходили из аэропорта. Из самолета выходили, долго шли туда, до паспортного контроля, и общались как раз, как у него дела. Восстановление, конечно, идет менее, ну, не так быстро, как планировалось, и уже не прошло. Он уже сам говорит, слушай, 9,5 месяцев. Он еще до сих пор не играл. Фактически он потерял год, если уж на то пошло. Первый матч сыграл с Реной Звезды, и в ответ он получил травму. Все. Это февраль месяц. Он говорит, что уже сам уже не может, очень рвется на поле, и Виктор Михайлович Гончаренко сказал ему так. Делай, что хочешь. Компо Амору, то есть к январю, ты должен быть готов работать в общей группе. Делай, что хочешь. Вот вам вся информация из первых уст по нему. Ну, давайте пошли дальше по вопросам. В клубе понимают, что нужно прямо сейчас искать замену влажчу. В клубе все прекрасно понимают, поверьте мне. И давайте не будем искать замену влажчу, которая пока находится в ЦСКА. И давайте не будем торопить события. Я уже говорил, что верю в то, что в клубе, ну, что-нибудь посмотрим, что-нибудь можно придумать. Понятно, что не все зависит от ЦСКА, но я не знаю, верю, верю во что-то. Во что-то такое, что станет настоящим чудом. Вы знаете, влажчу очень хорошо в ЦСКА. Поверьте мне, ему нравится все. Он свой в коллективе. Ну, вот по его поведению не видно, как вот бывает иногда, видно, что человек скоро уйдет. Вот по его поведению этого не видно. По его поведению, наоборот, видно, что ему здесь очень нравится, что он и дальше хочет быть здесь. И, по крайней мере, он не раз говорил, да вы можете мое с ним интервью пересмотреть, которое я брал буквально на этой неделе, в понедельник. Да, ну, этот эфир тоже появится в понедельник, в воскресенье мы его записываем. То есть интервью, да, он говорит, для меня это был бы легкий выбор, если все зависело только от меня. Я бы остался и дальше здесь. Я думаю, что есть какие-то рычаги, есть возможность что-то сделать. Вот говорю вам то, что знаю и то, что чувствую. Кто лучше говорит по-русски? Марио или Бекао? Да вы знаете, они оба уже, ну, так, фразы складывают, слова складывают. Понятно, что при наличии великолепно работающего Максима Головлева, которого я благодарю в очередной раз за блестящую помощь. Кстати, про Макса Головлева могу сказать, ну, только хорошие, как он переводит на два языка одновременно, и теоретические занятия, установки, и на тренировках. Это просто не поддается никакому, не знаю, сравнению, никакому эпитету даже, я не могу подобрать эпитет, да, чтобы охарактеризовать его работу великолепно, здорово, блестяще. Это нечто вообще нереальное, то, что он делает. Конечно, умница. Вот, Марио Бекао, вы знаете, вот когда говорят, вот они язык не учат, вот мне, честно говоря, все равно. Вот если люди умеют говорить по-русски, да, иностранцы, а в футбол играют плохо. А эти люди играют в футбол блестяще, понимаете, блестяще. Смотрите, Марко, какие оценки. Ас, испанские газеты поставили за матч с Реалом, и за первой, и за ответной. Вот и все. Смотрю дальше, смотрю дальше, смотрю дальше ваши вопросы, листаю ветку. Кого планируем отправить в аренду? Я скажу так, я скажу так, что, на мой взгляд, список футболистов, который полетел в Мадрид, наверное, он должен о чем-то вам сказать. И не только вам. То есть я не знаю никаких решений пока, что будет, как будет, но, наверное, вот, тот состав, который поехал на такую игру, конечно, мы травмированных за скобки выносим. Я надеюсь, что и Ахметов в Испании уже будет тренироваться и так далее. Но я ничего не говорю, потому что надо их всех увидеть и точно все узнать. Пока вот в медицине планирование такое, да, планирование не лучшая вещь, когда речь идет о травмах. Мы уже напланировались. Поэтому просто ждем информации. Вот. А что касается тех, кто не травмирован и не поехал, может быть, надо думать, думать о будущем. Да, есть, я вот читал ниже по ветке комментарий, да, что перенасыщение состава, как ни странно, наверное, есть. И, наверное, молодым, особенно, игрокам нужно играть постоянно. Все, что могу сказать. Что касается Кучаева, тут пишут, да нет, Кучаева в основной обойме. Даже не думайте об этом. Вот. Кстати говоря, вот, проблема у Жоры Щенникова, у него была небольшая там проблема со здоровьем. И, по-моему, в сентябре, да, когда вот он еще раз пропустил какое-то время, и вот ее решили в клубе, посмотрите, как он заиграл. Отметим, пожалуйста, давайте все вместе игру Щенникова в концовке сезона. Блестящая игра. В том числе и на Бернабе. Посмотрите, забивать начал. Помните свою ветку от 6 августа, где многие посыпают головы пеплом, и с тошного опять все пропало? Наверное, да. Я, честно говоря, это, читатели любят перечитывать ветки, да, сравнивать. Наверное, это действительно интересно. Да, я уже тогда писал «Наберемся терпения», я очень хорошо помню. Но я же все-таки внутри команды часто бываю, чувствую, что ну не так все плохо. И вам пытаюсь донести это. Я не считаю себя оптимистом, каким-то неудержимым, неисправимым. Нет, я, в принципе, нажимаю оптимизмом с улыбкой, но стараюсь быть реалистом. А здесь я видел, что конечно, реальность, давайте так, превзошла ожидания. Так, смотрим дальше. Если бы летели реалную... Я не буду, потому что если бы у бабушки, там, у дедушки, да, помните, если бы до кабы во рту росли бы грибы и все остальное, выиграли у реала 3-0, выиграли. Как чувствует себя Несимур? Несимура надо прибавлять, пока он не убедил, на мой взгляд, ему нужно хорошо сейчас серьезно работать на сборах. Если этого не будет, ну, посмотрим, посмотрим. Наверное, единственный из всех новичков, из всей большой группы новичков, который пока не раскрылся. Но, мне кажется, я опять же читал комментарии на ветке, очень грамотно, что ему сложно, он приехал из другой страны, из далекой страны, все-таки Япония это другая культура, все другое. Тем же исламцам было бы гораздо проще адаптироваться, что они и сделали. Вот. Кстати, давайте еще отметим, Магнусона мы уже отвечали, как Сигурдсен заиграл. Умница. И вы знаете, вот это интервью, которое я с ним делал, мы еще потом общались не для печати с ним, вдвоем уже остались, и разговаривали, как он мне понравился. Вы знаете, я так с ними подружился, вот, с новичками со всеми, в хорошем смысле, в том смысле, что, я так с ним комфортно и позитивно и все, вот в этом смысле. Мне не доводилось еще вот так общаться, потому что таких выездов не было. у команды вот настолько на три дня получилось, да, долгих, и, чтобы вот мне находиться внутри. Ну, в Риме был такой же выезд, но в Риме я не был, я не ездил на эту игру, когда 0-3 проиграли. И, ну, и в принципе, там все-таки походы, зоны там немножко не то, достаточно закрепощены в это время. Тут последняя игра и более раскрепощенные все. Ну, про Абель я уже сказал, нужен ли Абель команде лучше найти другого здорового нападающего. Конечно, нападающий должен быть здоров. Вот что я скажу. Должен быть здоров и не надо трястись, получит он травму, не получит он травму. Это мое мнение. Вот. Но Абель подходит, конечно, по футбольным качествам, но вот по этой травматичности есть проблема, это большая проблема. Надо что-то делать. Это я все сказал про аренду, про это тоже сказал. Про японца ничего не буду говорить с чемпионата Голландии. Будем ждать информации, правда это или неправда. Посмотрим. Вот. Посмотрим. По Ниссимури пока я не знаю, какая перспектива. Хочу посмотреть сборы. Следующий вопрос. Чалов стал гораздо чаще бить поворотом. Ну, конечно, это отрабатывалось. Это отрабатывалось и постоянно есть подсказки. со стороны тренеров. Постоянно идет общение тренеров, особенно с молодыми игроками. Гончаренко очень нравится общаться с молодыми. Он не зря мне вот говорил в интервью, если читали, да, что из них можно лепить все, что угодно. Но он действительно лепит, да, и они очень много тренируются. Иногда он говорит, все, хватит, хватит тренироваться. Это уже много, это уже много. Бывает и по два часа тренировка для молодых длится. Вот такое бывает. На Марио запросы могут прийти, зимой могут прийти запросы по трансферу. Смешно оформлен вопрос, да, сформулирован. Но, я скажу так, из тех, кто команде нужен, я практически не сомневаюсь, что никто зимой не уйдет. Ну, 99%. Все приедут в Компоамор 10 января, все будут работать, все будут готовиться. Вот такие дела. Состав значительно увеличился. Будут на сбор вызваны игроки из молодежи. Куда еще? Я пока состав не знаю. Я думаю, что вот Жеронкин, Текнезиан, ну, по крайней мере, они ездили и в Компоамор, и в Австрию. У Жеронкина, правда, травма, к сожалению. Вы, наверное, знаете, да? Когда восстановится, тоже не готов сказать. Давайте, короче говоря, дождемся зимы, сборов. Сначала сборов, зимы-то, может, дождались. Вот. И узнаем. Но я сомневаюсь, что еще. Может быть, конечно, на первой, но не знаю, не знаю, не знаю. На первом сборе будет две игры двумя разными составами, как обычно. Вот посчитайте, сколько игроков наберется ли. Наберется ли. Насчет дублера Игоря, ну, я не думаю, что тоже будут перемены какие-то. Сможет ли Лассана помочь команде уже весенней части сезона? Сможет. Впечатление произвел на тренировке? Хорошее, очень. Уже говорил много раз. Пошли дальше. Дальше, дальше, дальше. Есть ли шансы, что с Марио попрощаемся? Не знаю, кому нужны такие шансы. Нет, не попрощаемся. Не попрощаемся. Что касается Шиманского, ну, говорил я летом, да, что действительно был с ним вариант. Знаете, я очень рад, что выбрали Сигурцина. Я и тогда говорил, и меня, я помню, были люди, которые очень сомневались в том, что, ну, в том, что я правильно считаю, но, видите, по-моему, доказала жизнь, что Сигурцина в порядке. Пошли дальше. Вот очень грамотно написано, я уже писал, да, читатель пишет, что у команды какой-то сумасшедший потенциал для роста, и ведь это действительно так. Эта команда будет прибавлять, и не всегда усиление команды это приобретение новых футболистов. Усиление команды это в том числе, да даже, наверное, в первую очередь, это рост за счет внутренних резервов. И вот здесь рост, то есть, вот, ну, вот, возможностей для роста их так много, что нужно просто их использовать. Первое, это, конечно, стандарт, о которых мы говорили. Единственный мяч, забитый Магнусоном за всю первую часть, за сколько было, получается, 25 матчей, да, 17 чемпионате, 6 лиги чемпионов, 23 суперкубок и кубок, 25 официальных игр, один гол со стандарта. Не, ребят, это, ну, так не годится, конечно, это вообще не дело. Поэтому, даже несмотря на то, что в обороне при стандартах все не так плохо предстоит, то есть, обстоит. Вот. И, по-моему, ЦСКА команда в чемпионате России, которая меньше всех стандартов пропускает. Кто-то мне говорил вот об этой статистике, я не знаю, так-то или нет. Я, например, помню мяч пропущенный от Локомотива со стандарта, этот мяч, который, да, стоил потеря одного очка и конкурент набрал два. Но дело даже не в этом. Дело в том, что стандарты будут наигрываться очень серьезно на сборах. Я думаю, будет очень много тренировок. И очень буду надеяться, плоды мы увидим. Да и все футболисты, которые играют в команде, они все будут расти. Я в этом не сомневаюсь. Очень буду надеяться. Кто покинет команду зимой, еще раз говорю, да, ну, в принципе, я на этот вопрос уже ответил. Уже ответил, премии не бывает, по-моему. Пошли дальше. Пошли дальше. Пошли дальше. Что касается подготовки, да. Вы знаете, я насчет третьего сбора еще дат не знаю. Я только знаю про первые два, что они оба в Компоморе. Я думаю, что и третий весь тоже в Компоморе. Просто дат еще точных нет. И, ну, это, в принципе, нетрудно предположить. И 25-го, там где-то 26-го, наверное, не закончится, плюс-минус, потому что если 2-го или 3-го марта игра в Туле, там надо смотреть, да, на какой день назначено, субботу, на воскресенье, за сутки команда поедет, то есть надо вернуться где-то еще, наверное, за 3-4 дня, чтобы немножко подгенерироваться здесь, привыкнуть к нашим холодам после зной на Испании. Это тоже нужно сделать, потому что все-таки перепад температур будет достаточно серьезный, но сужу по себе, потому что много, регулярно просто, компомор, это как дом родной стал, это уже наша зимняя база, я даже не знаю, сколько я там уже времени провел, если посчитать, в сумме, и сейчас обязательно, обязательно собираюсь, и буду вас информировать обо всем, что происходит. предчувствие хорошее перед весной, хорошо это или плохо, да, конечно, хорошо, надо надеяться на лучшее, надо надеяться на лучшее, что касается полноценного контракта с Бикао, все будет нормально, про Бикао не волнуйтесь, этот человек останется в ЦСКА, не переживайте, каков гений этот Сигурдсон, ну действительно красавец, а парень какой позитивный, и настрой правильный, и ведь молодой еще совсем, пацан просто, уж извините за выражение, умница будет. Дальше пошли, надеюсь, команду никто не покинет, ну, еще расскажу, свое мнение, кто нужен, тот не покинет, кому нужно играть, ему лучше играть, правда ведь? Читаю, читаю дальше, читаю дальше, жду сборы и контрольные игры, чтобы посмотреть на Лос-Антону, а я жду сборы и контрольные игры, чтобы окунуться вновь в команду, в эту обстановку, в эту атмосферу, и жду, чтобы посмотреть на всех, вот, контрольные матчи, кстати, хорошие будут, интересные достаточно, увидите, и еще раз скажу, уже говорил, в принципе, если я не ошибаюсь, я первый рассказал, о том, почему в предыдущем аудиофире, аудиоэфире, да, почему команда не едет на матч ТВ на этот турнир, не считаю, что это было бы правильным решением в данной ситуации, нужно закрываться, нужно спокойно готовиться, без посторонних глаз, нужно наигрывать какие-то вещи, очень важные, в том числе и стандарты, да, и взаимодействия, опять же, все-таки команду собрали, вспомните, да, по ходу сезона появился тот же Влач, тот же Сигурдсен, тот же Обляков и так далее, и так далее, и так далее, и вот сейчас они все будут сыгрываться, будут новые комбинации наигрываться, новые вещи, которые, конечно, лучше наигрывать, чтобы этого никто не видел, наверняка у тренеров уже очень много идей, Считаете ли вы, что Бельйол впоследствии станет центральным защитником, учитывая, что у него есть данные, нет недостаточной скорости, ну, во-первых, парень молодой, все дело наживное, да, я думаю, навыки у него приобретутся, ну, не знаю, тренером виднее, я могу рассуждать, и вы можете рассуждать, все можем рассуждать, давайте посмотрим, что будет опять же на сборах, и так далее, мне Бельйол нравится, он помог на этом этапе, да, в конце немного так потерял место в составе стартовом, но помог он хорошо, еще очень-очень поможет, и очень тоже позитивный, хороший парень, нам нужен здоровый, мощный, не старый центральный защитник, но давайте все-таки подождем, я думаю, что и Чернов должен прибавить, ему нужно, скажем так, обратить внимание, да, на то, что он выпал из состава в последнее время, почему, трио, Магнусон, Бекау, Набабкин, никаких сомнений, да, никаких вообще вопросов не оставило, заключительная часть сезона, играли все здорово, Магнусон, наконец, после травмы восстановился, Набабкин очень четко вот эту освоил схему с тремя центральными, и, кстати, Набабкин, давайте тоже отметим, ну, хороший ведь концовку отыграл, да, вообще хороший этап провел, вот, Набикау я даже говорить ничего не хочу, вы сами все видите, это просто, да, надо же, кто он, откуда он, я помню, приехал в Австрию, первый раз его увидел, ну, это наш новичок, и ведь уже подписали, обычно, да, смотрят, на просмотре, а он уже приехал с контрактом, а вот все почему, потому что умница, вот такой футболист, молодцы, давайте отметим, селекционный отдел, молодцы, все молодцы, давайте смотрим дальше, хотелось бы от вас узнать информацию, кто уйдет в аренду, и кто покинет клуб окончательно, слушайте, ну, такую информацию только официально клуб выдает, когда все решено, поэтому, конечно, как я могу такие вещи сделать, такие вещи делает только клуб, официально, да, еще раз скажу, вспомните, кто поехал в Мадрид, кто нет, будут ли какие-то кадровые новости до Нового года, ну, посмотрим, 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 смотрим, смотрим дальше, ну, в принципе, я смотрю, что вопросы очень повторяются, все, практически, это все было, вот вопрос, кто из легионеров больше всех дружился, с кем общается Ниссимор, вы знаете, вот Ниссимор пока немножко держится обособленно, это да, он еще пока достаточно скромен, так по-японски, как на поле, да, получается, так и вне его, им очень помогает переводчик, такой позитивный молодой человек, но я думаю, что ему надо адаптироваться, адаптироваться ему необходимо, вот, а вот ребята, исландцы молодцы, друг с другом хорошо общаются, и с русскоязычными, и вот хорваты со словенцами, друг с другом, и с исландцами, и бразильцы тоже, то есть, ну вот нет такого по национальному принципу, как они отошли в кучку, и все, то есть все друг с другом общаются, очень здорово, и мне еще нравится, вы знаете, даже те, кто не играют, не очень многие футболисты, да, в других командах, иногда могут стоять обиду на тренера, на конкурентов своих, а вот здесь так вот настолько, вы бы видели, как светились от счастья в раздевалке на Бернабеу после игры, и Биол, и Жамалединов, да, вот несмотря на то, что они не выходили, они были счастливы вот этой победе, смотрим дальше, смотрим дальше, а можно вопросик, а ну я уже сказал, да, по языковому принципу разбились, или все-таки нет четкого разделения, нет четкого разделения, вместе, вместе очень хорошо общаетесь, аренды, да, ну на мой взгляд, да, стоит ожидать, но это на мой скромный взгляд, тоже обидно, да, что вылетели из Кубка России, обидно, к сожалению, но что теперь сделаешь, что теперь сделаешь, планирует ли ЦСКА проводить сборы туров зарубежных стран для развития бренда, ну, давайте просто поймем, когда, это было бы здорово, конечно, но в этом году нереально, вот, а что касается лета, ну, посмотрим, но вы вспомните, чем обернулась поездка в Китай, да, каким функциональным провалом впоследствии, не знаю, мне кажется, что вот то, что сейчас происходит, то есть, это Испания зимой, и Австрия летом, это оптимальный вариант для качественной, полноценной, очень хорошей подготовки, так что, вот такие дела, вот такие дела, сейчас посмотрим дальше, что вы мне пишете, мне кажется, что я уже на все вопросы ответил, допустим, Эвертон захочет продать условно за 20 миллионов лаше, ЦСКА готов за него отдать 15, не больше, клуб рассмотрит вариант помощи болельщиков, хотите принести деньги в клуб, несите, я думаю, так, но это связывайтесь с клубом напрямую, и спрашивайте, что вот есть болельщики, мы соберем условно 5 миллионов, безвозмездно, как бы Никола не повторил путь Жиркова, Думбияли, Мусы, у нас они были топ, а в Европе не сложилось, я думаю, все все прекрасно понимают, и я еще раз скажу, я верю, что в лошадь будет играть здесь и дальше, и после лета, и после лета, я действительно в это верю, и у меня есть на это основания, посмотрим, что в итоге будет, но я очень этого хочу, как и вы, что слышно о сроке восстановления Жиронкина, и поедет ли он хотя бы на второй сбор основной команды, я пока не готов сказать про Жиронкина, очень жаль, что травму получил, за дубль очень хороший отрезок, за дубль, кстати, тоже молодцы, лидируют, будем надеяться, тоже хороший дадут результат, но самое главное, чтобы давали игроков, игроков стартовый состав, это важнее гораздо итогового результата. Не создалось ли у вас впечатление по эпизоду прошедшего мадридского матча на 91 минуте, что игроки ЦСКА не хотят продления Абеля, или это просто случайность и непрофессионализм Блашича? Я так понимаю, речь о моменте, когда он не отдал передачу на выход 1 на 1, когда он немножко передержал там мяч, начал, но я думаю, что здесь дело совершенно не в этом, смотрите, счет 3-0, передача нападающему, и он потеряет мяч, осталось совсем немного, но почему не придержать? Я думаю, что Влашич хотел придержать, а потом немножко запутался, потому что там на нем несколько соперников сразу налетело, и вот этот момент для паса, он был упущен, или даже для паса назад, он не хотел обосновать передачу. Я думаю, что дело не в этом, но это мое мнение такое. Про Абеля сказал, целая группа интересных ребят почти не получает шансов. Ну, целая группа интересных ребят, ну, видите, сколько сейчас ребят. Вы поймите, главный тренер только на тех рассчиток, кто приносит результат в данный момент. Вот у него выпал кто-то из-за травмы, из-за чего-то, он уже ищет, кто его будет менять, что делает. Но вопрос не стоит по-другому, понимаете? Вопрос стоит не в том, чтобы давать кому-то шанс, а вопрос стоит в том, что команда должна давать результат здесь и сейчас. И вот это самое главное. Других вопросов нет, и других моментов тоже нет. Если будет неприлично высокое предложение по новым лидерам, возможно ли продажа? Да не будет никаких предложений. Понимаете, они смотрят многие годы, они полгода. Смотрят долго, серьезно, футболистов ведут, тем более молодых. Головин тоже, да, около двух лет где-то его вели, прежде чем сделали предложение. Да не будет никаких продаж зимой, еще раз говорю, не будет, я абсолютно уверен. Рассматривает ли тренерский штаб привлечения из молодежки защитника? В других линиях воспитанники школы активно используются, но нет ни одного своего игрока-защитника. Ну, если посчитают нужным, я, честно говоря, об этом не слышал. Расчет идет на Васина, что он восстановится. Есть еще Чернов, не забывайте, Чернов – это игрок основного состава, основной обоймы. Какова в процентном соотношении вероятность возвращения Васина и Макарова именно к игроков основ? Знаете, по Макарову не знаю. Вот не знаю, что сказать. Постоянные травмы. Игрок сейчас восстановился, но сможет ли он? Давайте посмотрим, что будет на сборах. Возьмут ли его на сборы. Видите, вот в Мадрид он не ездил. Возьмут ли его на сборы. Не знаю, что сказать. Не знаю. Васина, про Васина я рассказал. Гончаренко сказал ему, что ничего не знают, и должен в общей группе тренироваться с первого сбора. Пронесимуру тоже сказал. Максисянова по задаткам с Сигурдсиным сравнивать. Но мнение Максисяна достаточно важное, потому что он очень здорово. он вообще блестящий селекционер. И я думаю, что тоже одно из очень важных приобретений клуба. Понятно, что оно сделано было не сейчас. Андрею просто большой привет и благодарность, я думаю, от всех болельщиков за прекрасную работу. За великолепную работу. Что в клубе ждут от игры Лассаны? А именно, это игрок на перспективу или уже на сейчас? Вы знаете, мне кажется, что он в свое время получит уже во второй части. И более того, есть ощущение, что он еще и поможет команде в этой второй части. Не просто там выйдет на 5-10 минут, а поможет. Давайте сейчас дождемся сборов. Думаю, что у него там будет шанс, он будет играть. И вот увидите, как он себя проявит. Знаете, я не знаю, как правильно называть фамилию японца. Я спрошу. Ну, я думаю, что поскольку все ветки читаются, да, обратят внимание на это. Следующий вопрос. Кто остается после тренировок отрабатывать удары по поворотам? Ну, давайте так. Я сейчас не буду ничего говорить по этому поводу. Сейчас, тем более, тренировок-то нет. Пауза. Я думаю, что вы сами можете догадаться, судя по тому, что вы видите. И одного из них мы уже, да, озвучили сегодня по ходу эфира. По-английски общаются практически все, между прочим. И хочу сказать, что, опять же, хорватцы, хорваты наши и биолсловеницы уже по-русски достаточно неплохо тоже стараются общаться. А Бистрович, если вы помните, я даже одно интервью сделал по-русски специально, показать вам, как он общается. Его можно найти у нас на нашем YouTube-канале. Кстати, смотрите, там вот все видео туда загружаем, на канал BobSocker YouTube. Если вы там еще не были, обязательно заходите. Что касается Обликова, он очень много тренируется и занимается всем, чтобы быть в оптимальном состоянии. Все, что могу сказать. Как изменилась команда предсезонная подготовка? Да никак не изменилась. Я думаю, что программа будет та же. И, ну, я в этом не сомневаюсь. Я приеду в Компомор, я вам оттуда все буду рассказывать. Что будет, как будет пока? Если будут какие-то изменения, может быть, ну, прям минимальные. Что изменилось с уходом Гранер? Давайте дождемся сборов, сейчас посмотрим, вот, как оно будет. Я думаю, что пока это преждевременный вопрос. Дается ли задание на отпуск? Сейчас если травмируем. Даются задания абсолютно всем. и как держать себя в форме? Нельзя приезжать с лишним весом, не допускается. Ну, там есть какой-то небольшой прям, ну, понятно, что отпуск есть отпуск. Ну, такой, чтобы можно было его согнать там буквально за несколько дней. И травмированным игрокам, конечно, тоже задание на отпуск. Ну, что ж, я так понимаю, все с вопросами. Я был очень рад с вами, друзья, провести этот год. Но мы еще будем общаться на ветках до Нового года. Я не обещаю быть каждый день, тоже надо немножко отдохнуть, перевести дух. И на сборах обязательно мы с вами увидимся, услышимся. Будут и аудиоэфиры, и видео будут, и текст. Все как всегда. Не переживайте, вся будет информация на Бобсокере. С вами был Максим Критковский. До свидания.